Kiwi кошелек это довольно таки известная платежная система. Она представляет собой некую площадку, где пользователи регистрируются, привязывают свой контакт мобильного телефона и распоряжаются деньгами. То есть осуществляют какие-то финансовые платежи, совершают покупки, оплачивают услуги. Но, на мой взгляд, данная платежная система опасная. И давайте разбираться, почему я так думаю. Я понимаю, что на данный момент Kiwi это довольно таки большая мощная организация. Есть свои приоритеты, стратегии развития, своя политика. Много что изменилось за последние несколько лет, потому что с этой платежной системой я столкнулся несколько лет назад. Но тогда я еще понимал, что вся эта организация шагает из наших соседей Российской Федерации. На данный момент у нас уже есть ТУО, казахстанское ТУО, Kiwi Казахстан, зарегистрировано в городе Алматы. И является таким неким оператором всей этой системы. Источники открытой информации показывают нам, что в обоих этих организациях учредители являются женщины. Ну, не в этом суть. Суть в том, что почему я бы не стал доверять этой организации. Все просто. Настолько просто, что ты просто берешь свой мобильный телефон, заходишь на этот сайт, привязываешь свой мобильный телефон и все, у тебя есть личный кабинет. То есть, для этого, для того, чтобы у тебя появился счет, тебе более ничего предоставлять не требуется и не нужно. К сожалению, вот в таких вот условиях не спят мошенники. Они, скорее всего, радуются, когда у них появился такой сервис, когда они закладывают минимум данных и в таких вот условиях проводят всякого рода финансовые действия. Нам часто обращаются люди, которые, столкнувшись с интернет-мошенничеством, начинают заявлять о том, что они обратились в полицию. Те просто-напросто зарегистрировали заявление и не могут на данный момент раскрыть преступление. Сотрудники полиции то же самое. Разводят руками и указывают, что у них не хватает технической возможности, чтобы отследить данные деньги. Хотя сейчас на данный момент у нас 21 век, мы все понимаем, что любые деньги можно отследить, куда они зашли, где они находятся и в какое распоряжение они ушли. Но, к сожалению, именно с этим сервисом существует какая-то проблема. Я не знаю, сколько раз вообще поднималась данная тема в социальных сетях, но мы со своей стороны уже готовы об этом говорить, что существует проблема, которую необходимо решать на законодательном уровне. То есть, либо тут нужно повысить авторитет сотрудников полиции, либо заставить работать международную полицию каким-то образом эти вещи отслеживать. Сейчас полицейские говорят, что мы ничего не можем сделать, максимум можно направить запрос, но он остается без ответа. Это международный запрос, и поэтому мы ничего сделать не можем. И начинается вот такое вот хождение по кругу. В итоге страдают наши казахстанцы. Теперь немного о полезности данного контента. На сайте Kiwi кошелька существует вот такая вот вкладка службы и поддержки, в которой есть подробная инструкция, как действовать, если вы столкнулись с мошенником. То есть, это когда вы заплатили деньги и не получили ни товара, ни услугу, а тот абонент уже как бы не отвечает на ваши требования. Здесь, в частности, указывается, что вам необходимо пойти в полицию, написать заявление и получить талон уведомления. Заполнить форму, вот здесь вот она дается ниже, и прикрепить два данных документа к своему обращению. Служба поддержки обещает разобраться в кратчайшее время. Но, опять же, здесь есть основания у меня не доверять данным обещаниям. Почему? Да потому что здесь написано, что по факту предоставления указанных документов, Kiwi банк предпримит все возможные меры по возврату денег. И следующее. В случае неподтверждения факта мошенничества в течение пяти рабочих дней, указанные в заявлении номера Kiwi кошелька счета будут разблокированы. Мы понимаем, что данные требования, они противоречат, во-первых, презумпции невиновности. Во-вторых, дело расследуется у нас два месяца как минимум. И подтвердить факт мошенничества за пять дней практически невозможно. Ну и в-третьих, данная вкладка службы и поддержки, она нас автоматически отсылает на российский сайт, то есть общий. И помощь, получается, фактически должна нам быть оказана с Российской Федерации. Подарки от русского народа. Ну не верю я, что Российская Федерация будет включаться там, да, по каждому случаю, за каждого гражданина нашей страны. Друзья, может быть я не обладаю всей информацией, не претендую на истину, но сообщите вы в комментариях под этим роликом, кому удалось вернуть деньги с Киви-кошелька. Может быть вы удостоен номинации на книгу рекордов Гиннеса. Что? Нашли? Вы аферист? Резюмируя данное видео, хотелось бы сказать и предупредить наших граждан, когда вы работаете с Киви-кошельком, вы перечисляете деньги, то вы это делаете на свой страх и риск. К сожалению, это так. К сожалению, на данный момент нет четко регламентированного порядка, чтобы возвратить ошибочно уплаченные деньги, либо не ошибочно уплаченные деньги. И во-вторых, найти злоумышленника в случае того, если вас просто-напросто обманули. Поэтому будьте бдительны. И если есть возможность каким-то образом оплатить посредством национальных каких-то платежей наших местных казахстанских банков, то лучше всего сделать это именно так. На этом все, друзья. Подписывайтесь на наш канал. Здесь будет еще много полезного и интересного. Не прощаемся. Всем огромной удачи и пока.